В этом видео вывод автора на сайт в презентабельном виде в компоненте Gridbox Store App, там где вам хочется, в карточке товара, в любом месте на вашем сайте. Это фотография, имя, дополнительный текст и там где есть человек в социальных сетях. Урок номер 10, меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данную возможность. Перехожу в админку сайта, перехожу в Gridbox. Прежде чем автора вывести где-то на сайт, нам нужно заполнить данные автора. Для этого мы здесь находим автор, переходим и создаем автора. Пишем имя, выбрать пользователя, во всплывающем окне будут показываться все зарегистрированные пользователи на сайте. Супер юзер это я, выбираю себя здесь, нажимаю сохранить. Появляется информация, кликаем по имени Федор. Здесь изображение фотографии, то есть лицо данного человека, загружаем. Я поставлю сейчас для примера просто логотип. Тем более, смотрите, у нас это изображение, а изображение профиля есть еще. Давайте посмотрим, загрузим действительно лицо. Нахожу фотографию с компьютера, загружаем, выбираю, вставить. Ссылки на соцсети. Здесь просто выбираете, например, Одноклассники, проставляете ссылку. Это там, где вы есть в социальных сетях. Я ссылку ставить не буду, просто поставлю решетку. Столько сетей, сколько вам нужно. Пускай будет Facebook. Ну и еще одну добавим. Вконтакте. И описание. Что угодно можете написать, я просто пишу администратор, сделаю жирным. И SEO. Не забудьте заполнить заголовок, тоже автор, имя автора. Также здесь может мелькать бренд, название магазина. Про эти вкладки вы все знаете. И для карты сайта, включить ли этот элемент в отдельности. Не знаю, стоит ли включать автор в карту сайта. Выключу здесь. Все сохранено. Теперь проходим в любое место, там, где вы хотите вывести блок с автором на сайте. Я это вывел в карточке товара. То есть я перехожу сюда, макет поста. А вы, конечно же, можете вставить там, где вам хочется. Прокручиваю в самый низ и хочу разместить блок где-то здесь. Ищу блок автора. Вот он здесь. И здесь есть настройки. Список. То есть как выводить. То есть изначально. Давайте сейчас сохранимся и посмотрим, как это выглядит. Изображение показывает ли. Заголовок, описание. Конечно же, все показывать. Сохранимся. Здесь в режиме редактирования мы это не видим. Перейдем на фронтальную часть сайта. Зайду в какой-нибудь товар. Также здесь есть отступы. Не забывайте, если отступы не нужны, отступы можно убрать. Кстати, на сайте вы не увидите автора, потому что нам нужно еще зайти, по сути, в каждый товар, там, где нужно отобразить данного автора. Перейти на вкладку публикация и автора. Обязательно выбрать здесь. Или это может быть, видите, несколько авторов. Здесь можно добавить. И именно к этому товару автор у нас появится. Это у нас Монтана пицца. Давайте посмотрим. Вот она, Монтана. Переходим. Вот информация об администраторе. Здесь она располагается. А, естественно, под другими пиццами вы не увидите автора, потому что нужно зайти в каждый товар. Вот видите, нету. Зайти в каждый товар и просто назначить автора. Теперь можно произвести какие-то настройки. Например, карточка. Число колонок. Это если вы будете вводить несколько авторов в одну строку, тогда здесь можно 2-3 колонки сделать. Давайте посмотрим, как сейчас все выглядит. Вот так это выглядит, потому что я поместил не туда. Я хотел поместить не внутри, а можно, например, просто добавить одну строку внизу. Вот я ее создал. Сейчас я уберу отступы и перенесу в данную строку. Вот так. И, соответственно, здесь отступы у меня тоже уберу. Сохранить. Пойду на сайт. Обновлюсь. Да, вот так. Я хотел выводить, чтобы у нас вот так вот вовсю, так сказать, колонку выводился этот блок. В общем, здесь свобода действий. Делайте как хотите и установите этот блок там, где хотите. И в этом уроке еще хочу сказать некую новость, так как это не относится к этому уроку. Это относится больше к SEO. Но на момент записи видео урока про SEO данной возможности еще не было. Дело в том, что сегодня у нас с вами обновился Gridbox. Заодно посмотрите, как это вообще все выглядит, как это работает. Возможно, нужно почистить кэш. Вот здесь мы будем видеть всю информацию. Сейчас версия здесь у меня показана 2.10.6. На самом деле уже 2.10.7. Вот здесь вот я нажму очистить кэш. На самом деле вот эта кнопка очистить кэш, кто не знает, это установленный здесь бесплатный дополнительный плагин. Возможно, вы такой кнопки здесь не увидите. Обновлю браузер. Изменений нет. Попробую почистить кэш. Сейчас я уже чищу кэш самого браузера. И вот смотрите, только сейчас вы видите, вот здесь вот единичка напротив колокольчика. Имейте это в виду. Лучше, наверное, следить прямо за блогом, за обновлениями компании Bellboa. Они обычно на своем блоге распространяют всю информацию по поводу обновлений. В этом обновлении исправление некоторых ошибок Gridbox. И дополнительно новый плагин Breadcrumbs, что в переводе хлебные крошки. Очень полезно для всей оптимизации сайта. Обязательно вам нужно этот плагин разместить. То есть смотрите, что вы делаете для новичков. Вот эта кнопка очистить кэш. На самом деле это все можно чистить в админке глобально в Joomla. Но если хотите удобно очистить кэш, можете вот такую же кнопочку скачать. Cleaner Cache, плагин в репозитории бесплатный и сюда вывести эту кнопочку. Это чистит кэш именно с сайта. Вот эта кнопка, это я очистил кэш именно браузера. Браузер Chrome. Соответственно, это приложение бесплатное к этому Chrome браузеру я нашел. Таких приложений целая куча разных есть. Для браузеров можете поискать. Если у вас Windows горячим клавишем и Ctrl плюс F5, можно быстро очистить кэш именно браузера. Вы сами видите, только сейчас я увидел, что у меня доступно обновление. Если у вас активная подписка, то вы можете обновиться прямо отсюда. Вот давайте сейчас я прям покажу наглядно, как это работает. Вот здесь мы видим информацию, идет обновление, нужно подождать. Расширение успешно обновлено. И сейчас у меня должна страница перезагрузиться сама. Вот она перезагрузилась. Мы можем наблюдать, что уже версия Gridbox 2.10.7. Я не буду рассказывать об этом плагине, просто покажу, что он есть и покажу, где вам нужно его обязательно разместить. Во-первых, вот здесь вот в карточке товара. Я сейчас обновлю страницу здесь тоже. Обычно Брэд Крамс, хлебные крошки, да? И что такое вообще хлебные крошки? Это путь, показанный, где человек находится, вложенность. То есть главная страница, категория и товар. И это полезно для SEO и полезно для людей. Располагается данный элемент обычно ниже шапки, но до контента. Вот в этой части. Здесь вы можете просто добавить новую строку. Строка размещается внизу. Вот она, ее не видно здесь. Я зажимаю левой кнопкой мыши, переношу ее сюда наверх. И уже прямо сюда я добавляю плагин. Он должен находиться... Вот здесь вот навигация. Видим, что он неактивный. Он у нас скачается сейчас с сервера разработчиков. Кликаем по нему. Сейчас идет скачивание. То есть любой новый плагин, который будет создан и доступен в Gridbox, вы таким же образом это все делаете. По нему кликайте. Рассказывать о нем я не буду. Здесь все просто. Хотя здесь еще не на русском языке он. То есть переводы обновляются обычно позже. Здесь просто настройте, и у вас будет хорошо смотреться. То есть вы настраиваете этот плагин здесь. Сохраняете страницу. И не забывайте, что вам нужно будет также этот плагин установить и для макета категорий. Вот здесь. Если вы используете блог еще, то и в блоге тоже это нужно сделать. На своем демо-сайте я это уже сделал. Вы можете видеть, вот так вот у меня выглядят хлебные крошки. Там можно назначить свои иконки. То есть на этой странице. И соответственно у меня это сделано вот здесь. На странице списка товаров. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И конечно же я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok